При сборке ПК каждый из нас старается найти магазин, где подешевле. Хочу порекомендовать вам наш немецкий интернет-магазин с самыми выгодными ценами. Компьютер Universe. Минимальная накрутка стоимости. Быстрая доставка по всему миру. Гарантия качества и европейский уровень обслуживания. Переходите по ссылке в описании и сравните с ценами в вашем городе. Уверяю, что вы будете удивлены. Вот она, люди. Настоящая-настоящая немецкая зима. Вот. Почти сибирский буран. Короче, шутка, конечно, да. В Германии сейчас это, скажем так, катастрофическое положение, как они говорят. Потому что они боятся такой погоды. Тут все сразу стоит, никто не ездит, все боятся, короче, ну и все. Хотя дороги чистят. Ну, в данный момент вот дорога там еще не почищена. Ну вот, конечно, пока о всяких находках, о каких-либо речи не идет. Так как сейчас уже пару дней вот такая погода стоит. И, значит, находок свеженьких эти дни не будет. Все замело. Ну, в общем, и на свалку их привозят тоже мало. Так что, пока будем делать кое-какие другие обзоры. Всем привет, ребята! Вы снова на канале Тесла. Значит, смотрите. Сегодня выставляю на продажу вот эту вот коллекцию. То есть я довольно-таки долго, наверное, месяца два уже собирал вот эти вот аккумуляторы от ноутбука всеразличные. Тут есть, ну, всякие, всякие, всякие. Тут есть хорошие достаточно аккумуляторы от Lenovo. Тут вот такие, допустим, от Lenovo тоже неплохие. Вот. Тут есть вот такие уже, как бы, встроенные аккумуляторы тоже от ноутбуков. Ну, в общем, очень-очень разные. Fujitsu, Siemens, Samsung и так далее, и так далее. Targo. Что у нас здесь? Asus. Вот, Asus, допустим, батарея тоже. Ну, в общем, всякие. 40 штук сегодня выставляем на продажу. Будем смотреть, что это выйдет. Вот. Ну, я знаю, что они довольно-таки неплохо продаются, когда в большом количестве. Поэтому будем смотреть. Вот. Ну, сейчас я это всё уберу, и мы там продолжим. У меня есть кое-что ещё. О чём можно поговорить. Вот. Ну, и для начала я хотел бы, значит, показать вам вот эти очки, которые я уже довольно-таки давно приобрел. Ну, как давно. Пару недель назад. Значит, вот такие вот очки. Это, значит, очки не для зрения, а для, ну, мастеров, которые работают с мелкими деталями, с мелкими, с мелкой какой-то работой, очень тонкая, скажем так, да. То есть, у них вот такие стёкла, они очень сильно хорошо увеличивают. Ну, это альтернатива тем вещам, которые вот были раньше, очки такие с лупой у часовых мастеров и так далее. То есть, они, ну, если вот так вот их одеть, и вот так смотреть, ну, вот на таком расстоянии, вот так, с моим зрением, я вижу, блин, ну, всё. Ну, практически, каждую, блин, каждый волосок, в общем, видно очень хорошо. Напоминаю, что не для зрения очки, а для мастеров. 10 евро я за них заплатил. Ну, и, значит, не жалей об этом. А что у нас сегодня? Сегодня я хочу, значит, как вы помните, в прошлый раз я поставил пробную плату на вот этот компьютер. Это был жёсткий диск, не плата, а жёсткий диск пробный. Сейчас мы его выкрутим. Так как он на 80, всего лишь на 80 гигабайт. Вот, этого, конечно, очень мало. Поэтому мы сегодня будем ставить... Сейчас я покажу. Сегодня мы поставим одну из вот этих вот платных, я сначала их проверю. Одна на 500 гигабайт, другая на 320. Одну из них мы сегодня воткнём с помощью вот такого вот лотка для... SSD-карт, ну, в общем, SSD-дисков. Это у меня вот SSD-дисков остались, когда-то я находил в компьютерах. Вот, ну, и сегодня мы попробуем её воткнуть, одну из них и проверить. Сейчас сам процесс, я думаю, снимать не стоит. Здесь у нас как-то должно... Думаю, что вот так крепится вот эта вот штука. Да, одна идёт сюда, одна сюда, да, всё правильно. Будем пробовать. Кто считает, кстати, что я не прав, вставляю ноутбучный... Жёсткий диск в компьютер. Пишите комментарии, пишите... Пишите обоснования... Того, что я не прав. Потому что, ну, многие как бы пишут, что... Иногда пишут, что нет, так нельзя делать. Но с ними начну спорить, всё, нет, всё правильно, можно так делать. Ну, я не имею в виду именно вот так делать, как сейчас я делаю. А вообще, о чём-либо, если речь идёт. Пожалуйста, значит, в комментариях, если пишите, то пишите, ну, обоснование вашего... Так, здесь что-то будет, наверное, неправильно. Либо... Нормально. Обоснование, значит, вашего мнения пишите в комментариях. Почему? Неправильно, почему вы так считаете? И так далее. Итак, ребят, сейчас я немного выключусь. Сейчас я сначала проверю эти обе платы. На компьютере рабочие ли они. Вот сейчас в данный момент стоит одна из... Один из жёстких дисков. И вот, значит, меню. Сейчас посмотрим. В боте. Харди, стресс. Так... Ну, как бы... Ну, как бы, да. Нажмём... И... Нажмём... Нажмём... Вот... Вот... Просто... Как я подключил диск... Просто так там ничего не загрузилось. Вот сейчас данный момент то же самое, в принципе, так же выглядит. Вот там моргает у нас вот такая кнопочка. И на этом больше ничего не происходит. Ну, вот... Ну, в принципе, всё правильно. Сейчас попробую... Попробую на него загрузить винду. Ну, и покажу вам, как это выглядит. Кстати, вот блики мне создают вот эти вот лампочки. Кто-то говорит, вытри экраны и так далее. Нет, экран у меня чистый. В смысле, не экран, а объектив. Объектив чистый, вот можете видеть, да. Вот так всё нормально, чисто. Но когда я вот сюда вывожу, у меня создаются блики вот цвета вот этого. Поэтому я извиняюсь. Ну, вот, ребятки, значит, поставил я туда флешку с десяткой. Пока всё работает. Пока грузится. Ну, в общем, будем смотреть. Сейчас загрузим виндовс, будем смотреть, как работает. Вообще-то, я первый раз так делаю на компьютер, ставлю ноутбучный жёсткий диск. Поэтому для меня это новое. Ну, может быть, кто-то уже так делал, либо знает конкретно, можно ли или нельзя ли так делать. Но, тем не менее, я делаю сейчас, будем смотреть, как будет работать. Ну вот, ребят, всё загрузилось. Короче, специально свет выключу, чтобы было видно. Сейчас, на всякий случай, нажмём на выключение, выключим его, снова включим и посмотрим, как будет загружаться. Вот, значит, он выключился. Всё здесь стало. Не работает. Так, включаем снова. Вот, если всё работает, значит, я ставлю этот жёсткий диск, ставлю на место. И можно выставлять. Вот. Что ещё хочу сказать. Значит, там у меня в... В eBay спрашивают, могу ли я выслать аккумуляторы, которые продаются там, ну, вот эти вот от ноутбука, выслать в Украину, там, в Россию, короче. Конечно, не могу, ребят. Не могу, я, блин, один ноутбук не могу с этим, с аккумулятором выслать. А тут их, блин, там 40 штук. Конечно, не могу, потому что это запрещено. Ну, вот. Значит, всё здесь включилось, всё работает, да. Вот, поэтому сейчас, в принципе, можно уже включить свет. Светлый, я включил. Значит, вот так вот это будет выглядеть. Вот так это будет стоять. Вот. Сейчас я всё это соберу. И у нас есть ещё кое-что, что я уже, в принципе, отремонтировал. Покажу чуть-чуть позже. Пока выключаюсь. Ну, вот, ребят, видите, да, значит, вот тут были колонки найдены, вот такие вот давно уже, правда, лежат беленькие. Нужно их вот только, значит, ещё почистить хорошенечко. У колонок есть вот такие вот держатели, то есть колонка может вот так вот с этим держателем, вот таким образом. Здесь есть такие закрутки, вот они, да, сюда. Ну, и она может к стенке крепиться, короче, так или так играть. Эти колонки называются Monarch, нет, Monocore, Monocore. МКС-34ВС. 45 Ватт. Вроде бы как должно выдавать, да? Вот. И, значит, был найден вот этот вот. Ну, как я за него прочитал, то есть это как бы микро, микро-хай-фай-система. Он как усилитель работает, в принципе. Сейчас вот я свет выключу, и чтобы было лучше его дисплей видно, будет вот так вот примерно видно. Сейчас я включу. У него есть вот такой вот, значит, DVD-плеер. DVD или CD, я не знаю точно. Ну, по-моему, только... Нет, CD-плеер. DVD, по-моему, тут нету, да. Вот. Ну, и сейчас вот он грузит его. Сейчас музыка будет. Вот, музыка пошла, то есть играет он. Причём, выдает довольно-таки громко, да? Вот. Какая проблема у него была? Он не слушался регулятора громкости. То есть, я крутил как бы на добавление, а он то добавлял, то убавлял, как бы, ну, ну, не слушался. Работал неправильно. Сейчас данный момент, вот, я убавляю. Вот. Прибавляю, и он прибавляет нормально. Убавляю то же самое. То есть, всё работает. Опять же, значит, возвращаюсь. Я уже не первый прибор нахожу с такой проблемой, и не первый прибор я привожу в порядок. Всё с помощью того же вот контакт-спрея. Называется контакт-спрей. То есть, нужно хорошо прошприевать вот эту вот штуку. Там, видимо, со временем плохой контакт получается, и, значит, работает она неправильно. Вот. Сейчас мы... Это у нас CD работало, а сейчас мы вот попробуем AUX. AUX включим, посмотрим, как на AUX работает она. У меня тут где-то музык есть. Вот эту. Включим вот эту. Сейчас добавлю громкости. Вот. Вот всё работает тоже от мобильника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот выглядит сзади. Вот так выглядит сзади. У него, в принципе, здесь только выходы на две колонки и выход один AUX. Плюс у него ещё есть радио. Вот. К нему ещё, вообще-то, должен быть пульт. Вот. Ну, я тут пробовал один из пультов. Один из пультов, не знаю сейчас где, он такой дешёвенький пульт. Он на него не, как бы, не реагирует. Вот. То есть, ему нужен свой пульт. Вот. Есть от Филипса пульт. Давайте попробуем сейчас. Не, ну, от Филипса вообще. Вот. Ну, в общем, вот такие вот находки, вот такие, значит, результаты приведения их в порядок. Вот. То есть, я считаю, этот усилитель в порядке, теперь можно им пользоваться, в принципе. Кстати, в ebay я посмотрел, я думаю, это какая-то пятикопеечная штука, да? Вот. А нет, оказывается, такие вот, такой усилитель с колонками, его ещё можно и прилично продать. Ну, порядка 60-70 евро. Почему-то, не знаю, за них ещё дают. Я не знаю, эта модель у нас Тойфель, Тойфель, короче, Тойфель Комбо 22CF. Вот такие вот, значит, у нас находки. Ну и всё. Значит, на этом, в принципе, я заканчиваю. И ещё, значит, хочу пару слов сказать, ребят, кто не подписался, вы подписывайтесь. Я сейчас обосную, почему выгодно подписаться, потому что многие люди, вот я вижу, что многие люди у меня спрашивают, есть ли то, осталось ли то, за сколько продаж, это. Но, в основном, люди вот пишут, многие, вернее, люди пишут, когда видео уже стоит 2, 3, 4 дня, а то и больше, да. Вот, естественно, многие вещи просто-напросто уже ушли. их нету уже, они уже проданы, либо подарены, либо ещё что-либо, да. Вот, поэтому, если вы подписались, то, значит, получаете уведомление, когда приходит, выходит новое видео, и тогда у вас больше шансов о чём-либо со мной договориться, и что-либо купить, либо просто получить в подарок, потому что не всё я продаю. подписывайтесь, ну, ставьте лайки, кому понравилось, и всем удачи, и до следующего видео.